О необходимости превратить российские дворы в комфортные городские пространства федеральная власть заявила на январском съезде партии «Единая Россия». Регионам была озвучена беспрецедентная сумма, которую Москва готова потратить на благоустройство дворовых и парковых территорий – 20 миллиардов рублей. Образцовыми становятся города, в которых комфортно жить. Парки удобные для того, чтобы прогуливаться с колясками, велосипедные дорожки. И дворовые территории, понятные и принимаемые жителями. В Архангельске благоустройством придомовых территорий уже занимались. В 2011 году была запущена программа по ремонту ста городских дворов. Но тогда акцент был сделан на восстановлении дорожного покрытия. А людям нужны также игровые площадки, места для парковок, клумбы. Что у нас только качелька, крутилочки нет, скамеечки, чтобы, например, в песочнице сидела мама и тут же был ребенок. На благоустройство дворов Архангельская область только в этом году получит 254 миллиона рублей. Из них больше 100 миллионов останутся в областном центре. И здесь главное не прозевать. Ведь когда государство дает деньги, то ожидает активное участие со стороны получателя. В нашем случае именно жильцы должны придумать свой идеальный двор. Изначально жители должны просто изъявить свое желание. Неважно как. Это будет коллективное обращение. Это будет обращение от управляющей компании, от жителей или от собственников ТСЖ. Все жители, которые обратились, но вдруг не попали в эту программу в этом году, все пожелания будут учитываться в 2018-2019. Проект рассчитан до 2022 года. Подать заявку на благоустройство двора можно как в виде готового проекта со сметой, так и в виде набора пожеланий. Список дворов, которые попадут в программу, определяют к лету, чтобы успеть выполнить все работы до первого снега. К слову, приоритеты дадут проектам с софинансированием. Именно такой план предложили соломбальцы, жители многоэтажки по улице Советской. Они оплатят 5% стоимости работ по преображению своего двора. Вот там мы планируем осуществить посадку деревьев, кустарников, развести клумбы вдоль всего нашего двора, также восстановить асфальтовое покрытие около пешеходной части проездов, отремонтировать проезды с этой стороны дома и с другой стороны дома, потому что они все разбиты. Не останутся в стороне и управляющие компании. Им поручено принимать пожелания жителей обслуживаемых домов и помочь с составлением проекта сметной документации. К тому же через управляющую компанию легче наладить диалог между соседними домами и создать общее дворовое пространство. Мы первоначально выслушиваем совет дома, а далее мы будем заказывать проект, и проектировщик уже будет по месту смотреть, что и где разместить на данном участке, который закреплен за домом. Активно занимаются своими дворами и в районах области. Так, в Котласе на участие в партийном проекте поступило уже 14 заявок. Одна из них – от жителей дома на Маяковского, 26. За полувековую историю дома полное благоустройство двора здесь не проводили ни разу. Много тут старушечек посидеть надо. И вот на пюжу на первом этаже, без балкона, без всего, белье посушить надо или там похлопать, или что-то. Ничего уже нету. Все уже старое и сломано. Сначала услышала это по центральному телевидению, а потом услышала по архангельскому телевидению. Ну и тогда мы решили, что нам надо тоже подать заявку. Все объекты, которые построят во дворах в рамках программы «ЖКХ и городская среда», передадут на ответственное хранение жителям. Дальше ремонтировать детскую площадку, вывозить мусор, ухаживать за кустами и клумбами. Они будут за свой счет через управляющие компании, ТСЖ или советы домов. Ирина Ившина, Дмитрий Ушков, Виктор Коноплев. 7 дней в регионе.